Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Сегодня к нам в студию, как вы уже могли понять из названия этого видеоролика, попал очень необычный, пусть не чемодан, но деревянный кейс. Вот таким вот необычным образом выглядит этот деревянный кейс, а внутри у нас не что иное, как конфискат. Что за конфискат, спросите вы, а я вам отвечу. Здесь находятся те товары, которые не пропустили за границу. Почему? Потому что в них могло что-то храниться. И эти товары попали к нам в студию. Я вам сразу дам небольшой спойлер, там в большинстве то, что мы с вами любим. Ну что ж, я не буду вас томить ожиданием, потому что внутри нас ждет много всего необычного. Я просто попрошу вас под этим видеороликом 20 тысяч лайков и покажу вам еще много-много конфискованных вещей. Давайте посмотрим сразу же, что-то у нас внутри. У нас есть интересная традиция о том, что подписчики всегда первыми видят содержимое и чемоданов, и коробок. Так. Здесь у нас что-то необычное, да? Так, ну что ж, это, наверное, какой-то упаковочный материал. Скорее всего, именно в такую странную оберточную бумагу запаковывают что-то запрещенное, что-то конфискованное. Вау! Вот это сокровище, друзья! Вы посмотрите, сколько здесь всего интересного. Но обо всем этом по порядку давайте. Здесь у нас много всего очень крутого, в том числе и слимы, и слизни, и много-много всего крутого, что мы с вами очень любим. В прошлом нашем видео про слаймы вы оставили очень много комментариев, потому что поправляли меня. Возможно, я буду опять ошибаться, называя что-то не своими именами, поэтому вы снова не стесняйтесь, обязательно пишите в комментариях. Ну, а мы начнем распаковку этих самых конфискованных слаймов, слизней и всего остального. Это однозначно слайм, здесь написано это на коробке. Почему я взял его в первую очередь? Во-первых, потому что он на русском, я такого никогда еще не видел, он на русском, и из этого слайма можно выдувать. А во-вторых, потому что он черного цвета, и черных слаймов я еще никогда не видел. Но сразу даю небольшой спойлер. Я увидел, что здесь еще есть что-то черное, так что мы сейчас со всем этим будем разбираться. Вот так вот выглядит слайм, я не удержался, его открыл. Он очень такой приятно пахнущий, но в то же время довольно-таки твердый. Как его теперь оттуда выжать? Так, ну-ка, выходи, выходи, слайм. Ого, смотрите, как он не хочет выходить из своего дома. Ну, давай, выползай оттуда. Особенность слайма в том, что они так или иначе, рано или поздно, все равно да выползут. Как-нибудь да выползут. Выползут из своих домиков. Но этот слайм, видимо, очень вредный. И поэтому ему придется помо... Ой, что это? Что такое, ребята? Офигеть. Это что, деньги? Ребята, это бабло. Я вам говорил. Именно поэтому эти слаймы и были конфискованы. Офигеть. Это же нычка. Самая настоящая нычка в слайме. В черном слайме. Не просто так, он ведь черного цвета. Сколько здесь? 500 рублей? Хотя, не знаю. Нужно обязательно посмотреть и понять, сколько именно... Больше. Намного больше, чем 500. Вау, 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 вау. Смотрите, здесь 6 по 500. В этом черном слайме денежек было, точнее, вот они есть, на целых 6 тысяч рублей. Смотрите, нам хейтеры постоянно пишут, что это постанова и не настоящие бабки. Но вот, вот они были завернуты вот в этот страшный пакетик. Целых 6 тысяч рублей. И мы только начали, блин. Друзья, обязательно ставьте лайк, если вы любите такие мистические находки. Ребята, я постарался, но целиком этот слайм у меня вытащить не получилось. Просто он очень огромный. Вот в этой баночке он помещался. Не просто так в него засунули вот эти самые 6 тысяч рублей. Вы представьте, то, что деньги перевозились в слайме, и они попали к нам в студию. Вот это да. Но посмотрите, какой этот слайм огромный. Черный большой слайм. И из него, судя по баночке, можно выдувать пузыри. У меня что-то не получается, друзья. Что-то идет не так. Смотрите, какие приятные отверстия остаются в этом черном слайме. Это очень здорово, так прикольно. Вот. Но это реально, видимо, какой-то очень особенный и очень необычный слайм. Потому что, во-первых, он черный, большой. И в нем находилось 6 тысяч рублей. Это почти уже окуп, друзья. Почти окуп. Дичайший окуп. Давайте продолжим распаковывать нашу необычную коробочку. Это, если я понимаю правильно, лизун. В бутылках у нас очень часто могут храниться какие-то нычки. Нам известно о наших роликах про тюрьму и про все остальное. То, что тюремщики любят делать различные нычки в бутылках. Ого. Смотрите, как он выползает из нашей бутылки. Ого. Ну, это лизун. Обычный лизун. Желтого цвета. К сожалению, здесь никаких нычек не было. И еще мы знаем из нашего вот этого передыдущего видеоролика про слаймы. То, что слаймы и лизуны не перемешиваются. Мы старались их перемешать изо всех сил. Но этого, к сожалению, не происходит. Если честно, мне не очень нравятся обычные лизуны. Ну, какие-то они слишком скучные. С ними особо не поиграешь. Они просто текут и все. А вот со слаймами можно делать много чего. Напишите ваше мнение в комментариях под этим видеороликом, что вам нравится больше. Блин, посмотрите, какой этот черный слайм все-таки огромный. И еще он неубиваемый. Он отскакивает. Вот это да. Но не стоит забывать о том, что наша коробочка, запакованная вот таким вот мистическим образом, скрывает много конфискованных вещей. И там еще могут быть какие-то тайны. Это по названию Crystal Clay. То есть кристаллическая глина. Выглядит она вот таким вот образом. И она оранжевая. И очень-очень странная. Она новая, не запакованная. Но возможно, те, кто провозили конфискат, сделали вид, что она новая и не распакованная. А я с таким еще никогда, если честно, не играл. Так, тут что-то... Так, что это такое? Какого черта? Судя по названию, это глина. Значит, из нее можно что-то лепить. Но она как-то держит свою форму. Может быть, пока она там была, это успело испортиться. Не знаю. Оно как-то очень странно отслаивается. Напоминает это желе. Ну, вообще вещь довольно бесполезная. То есть, может там внутри что-то заныкано, конечно же. Но, блин, может быть я ей как-то неправильно играю, друзья? Напишите в комментариях. Ну, это какая-то бесполезная вещь, по-моему, вообще. Она никакой формы не принимает. Ничего не делает. И даже особо не скачет. Просто разбивается и все. Что это за дичь такая? Не знаю, по-моему, худшая игрушка из всех, что нам попадалось. Так. Может быть, ей можно хотя бы формочки какие-то вылепливать? Нет, даже формочки не лепятся. Просто посмотрите. Это какая-то куча... Куча какого-то ненужного желе абсолютно. Да просто в помойку засунуть и все. Господи, серьезно? Какая-то дичь. Ладно, едем дальше. Помимо слаймов и резунов, у нас здесь, конечно же, есть антистрессы. Я лично очень сильно люблю антистрессы. Ну, то есть, если выбирать из всего, моя любимая категория этих игрушечек, это, конечно же, антистрессы. Но не стоит забывать о том, что внутри у нас могут быть какие-то нычки. И сейчас мы это будем с вами проверять. Это у нас вот такой вот антистресс банан. Но в нем видно, что никаких особо нычек нету. В нем только очень приятные новощи парбизы. Это забавно звучит и, ну, работает как антистресс. Это антистресс банан. А вот это прям очень необычный антистресс. Потому что у меня такого никогда не было. Он тоже лежал среди... Ого! О боже, ребята! Это такой кайф! Вау! Это котенок антистресс. А внутри него какой-то очень странный гель. Ну, этот гель холодный, прохладный и очень приятный на ощупь, друзья. Ну, реально, я могу теперь с этим котенком играть часами. Это очень кайфовое ощущение. Ну, прям реально руки прям кайфуют. Ты сам себе делаешь такой массаж. Ну, просто здорово. Я такими еще никогда не играл. И, ну, вот, типа, если у вас когда-нибудь будет выбор, берите вот такую штуку. Потому что, ну, она кайфовейшая просто. Вот. Маршмеллоу котенок очень забавным образом прилипает к банану антистрессу. Но у нас есть еще один антистресс. Тоже такой же липкий. Ого! Тоже очень прикольный. Но все-таки по консистенции точно такой же, как банан. И давайте его проверим на наличие нычек. Нет, здесь ничего нету. Они прозрачные. Точно так же, как и наш маршмеллоу котенок. Но зато это все друг к другу очень забавно липнет. И всем вместе это им играть просто одно удовольствие. В нашей коробочке с конфискатом еще три необычные баночки. Сейчас мы их все рассмотрим. Мне особенно нравится вот эта. Она тоже напоминает, да, какой-то конфискат, друзья. Но сейчас мы их все посмотрим по отдельности. Интересный факт в том, что несмотря на то, что они все запакованы, мне все-таки кажется, что где-то здесь и спрятана нычка. И она может лежать где угодно. Но этот слизень запакован странным, необычным образом. Сейчас мы это проверим. Это мои догадки, как обычно. Мои подписчики знают, что я люблю строить различные теории и мистические догадки. Но на первый взгляд я походу ошибся. Хотя кто знает, все ведь... Так, тихо-тихо, друзья. Тише. Что тут у нас? Это слизень. Очевидно, что это слизень. Здесь написано галактический слизень. Но что-то здесь спрятано. Вы это видите, ребят? Так. Ого. О да! Друзья, это бабло! Еще деньги! Офигеть! Вот это жесть! Тише-тише. Главное не паниковать. Главное не повредить непосредственно саму нычку. Потому что иначе деньги могут испортиться. Это же слаймы! Так, давайте очень аккуратно распакуем и посмотрим, сколько там. Похоже, что косарь, а может быть больше. Пишите ваши предположения прямо сейчас, пока я вскрываю. И те, кто отгадают, те, кто отгадают правильную сумму, сколько мы суммарно нашли в нычках, те получат сердечко от меня в комментариях. Так, 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 так. Ого, друзья, посмотрите, сколько здесь бабла! Боже, боже, серьезно? Здесь так много денег! Здесь так много денег! Это просто денежище! Слайм все-таки их немного склеил. Но, тем не менее, давайте мы пересчитаем. Так, ого, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь тысяч! Итого здесь три, здесь семь, десять тысяч рублей! Мы нашли в нычках, которые были сделаны из слезней и слаймов! Вот это да, друзья, вот это да! Такой потрясающей распаковки у меня еще не было. Смотрите, это как бы галактический слизень. Он немного с блесками, но в то же время это просто слизень. Точно такой же, который мы нашли раньше. Хотя этот уже растекся, а этот, ну, в какой-то странной форме. Но мы можем желтенький перемешать. И давайте посмотрим, что будет, если мы их оставим лежать вместе. Станут ли они однородной массой или нет? А пока продолжим распаковки. Ведь там еще могут быть нычки. Вот этот необычный черный мы оставим на потом. А вот этот оранжевый распакуем сейчас. Так, хорошо, что я припас с собой нож. Потому что по-другому это не вскрыть. Так, ну, по консистенции это точно такой же слизень. Ой, только он с паучком. Смотрите, друзья, здесь в оранжевом слизне спрятался жук. Не паучок, а какой-то жук. Может, есть еще что-то есть? Нет. Но у него более приятная консистенция, чем у желтого и у галактического. Поэтому им можно играть. Но толку от него никакого особо нет. Он точно такой же, как и все остальные предыдущие слизни. Так что его мы тоже отправляем в наш слизневый коктейль. И посмотрим, что получится к концу этого видеоролика. Вы посмотрите, какая эта упаковка крутая. Это не что иное, как бомбочка. И там может быть что-то взрывное. А может быть еще одна нычка. Вскрываем точно так же и смотрим. Что же там нас ждет и ожидает. Ого! Это черный, черный слизень. То есть он тоже такой же жидкий. Офигеть, это же веном! Ребята, смотрите! Этот слизень ничего чернее, чем первый слайм. Это настоящий веном, ребята! Это так страшно выглядит! Смотрите, как веном ползает по мне. Мне с ним нравится очень играть. Реально, из всех слизней, которые у меня были, это самый необычный. И это просто реально веном из вселенной Марвел. Но давайте тем временем посмотрим, что же случилось с нашим коктейлем. Как я и ожидал, они все перемешались. Они теперь, можно сказать, однородная масса. И у нас получился как бы новый галактический слизень. Да, ведь получается, ну что первый галактический слизень был как бы разноцветный. А это теперь галактический радужный слизень. Вот этот оранжевый новый оттенок, который у нас здесь получается, напоминает мне вот этот бесполезный оранжевый желейный мусор. Вот такой фарш слизней у меня получился. На самом деле получилось не очень красиво. Но, тем не менее, это было весело. Ну и в конце концов, я слезни не очень люблю, так что мне их не жалко. Но черного я не буду перемешивать, потому что мне он очень понравился. Но тем не менее, я хочу отметить то, что это была самая эпичная распаковка за последнее время. В этом году уж точно. Нам досталось из конфискованной деревянной коробочки очень много крутых антистрессов. Особенно вот этот маршмеллоу-котенок. Просто вау, черный-черный, очень необычный слайм. Смотрите, как он теперь здорово выглядит. Как можно много на нем поставить дырочек. И он очень-очень-очень большой. Ну и конечно же, друзья, 10 тысяч рублей. Просто неимоверные бабки. Это все нам сделало просто динчайший окуп, друзья. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов. Или же Вия. Обязательно ставьте лайк под этим видеороликом. Набираем 20 тысяч лайков. Выходит новое крутое видео. Ну и также не забудьте подписаться на наш канал. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Ну что ж, увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока.